Всем привет, мои золотые! У меня сегодня обзор на деревенский дневник многодетной мамы. Друзья, я делаю обзоры для тех, кто хочет быть в курсе дел, но смотреть не хочет. Для этого у меня есть вот такой волшебный листок, где я пишу самые интересные моменты со стрима, который состоялся вчера у Быковой. Ну что, конечно, наибольший фурор произвело ее вот это требование со зрителями. Донатит ей 750 тысяч, да-да, 750 кусков на кухню, которую она почти заказала. Ну, в общем, окончательный вариант они будут рассматривать 15 числа, она поедет. Если ей разрешат, она это все заснимет, но тем не менее, донат в сумме 750 тысяч был озвучен на стриме. И вы знаете, мой прогноз, что она эти деньги соберет. Из интересного, к этому донату надо добавить еще одну сумму, еще в 750 тысяч, которые она будет собирать на крышу. И то есть вот эту сумму в полтора миллиона, она прям так и сказала, знаете, у нее так промелькнуло на стриме, что она должна собрать этой весной. То есть полтора миллиона донатов. И вот вы знаете, и опять мой прогноз, я думаю, что она эту сумму соберет. А на самом деле стрим ее начался с того, что пришел Леша. То есть зрители пришли, сидит такой Леша и говорит, что мама его где-то прыгает. И вот он, значит, начал рассказывать, что у него сегодня год канала, друзья, насколько он все-таки косноязычный. Вот когда он снимает свои ролики на канале Алексея Кухня, ну там, видимо, он делает несколько дублей, и вот это его косноязычие, оно просто-напросто, ну не слышно, не видно как-то, ну нет его, понимаете. Он эти моменты вырезает, когда он неудачно выразился. Но когда он начинает говорить как бы вот от первого лица, без вырезания, так как я вот пытаюсь сейчас говорить, я тоже делаю одним дублем, вот, у него, у него столько косяков в речи, мам, дорогая. Я прям, знаете, ну там вот надо пойти и послушать. Я некоторые, конечно, выписала, например, он сказал, я к своему творчеству очень хорошо отношусь. Прикольненько. Я к своему творчеству очень хорошо отношусь. Друзья, кто из вас к своему творчеству плохо относится? Месяц творчества как месяц отношений. Для него месяц творчества – это как месяц отношений. Я не знаю, кто там из них кого имеет. Вообще ужас какой-то. Он прыгает от радости, кстати, да, и он говорит, что вот я бы мог сделать типа стрим, ну год канала, надо делать стрим на своем канале, на канале Алексея и Кухня. Но, друзья, проблема. Он потерял свою сберкарточку, поэтому стрим проводить не будем. То есть, понимаете, для них стрим – это обязательно способ собрать со зрителей деньги. Я вообще не знаю, что я делаю на своих стримах, потому что я просто общаюсь с аудиторией. Я, правда, ненормальный блогер, потому что вот, смотрите, у нас вот впереди планеты всей топовые блогеры, которые стрим проводят только для сбора донатов. Иначе без денег они в стрим не выйдут, понимаете? Это просто как способ заработка. То есть, вот он вам чёрно-по-белому сказал, только как сберкарточка потеряна, и донат, алертс он не может на своем стриме настроить. Ну, понимаете, на его же карточку деньги должны приходить. Он вышел на канал к маме, где у неё всё настроено, карточка не потеряна. В общем, вообще завал. Вот. И он дальше рассказывает, что у них были лыжные гонки, там снимали, было, в общем, люди с Первого канала. Он, говорит, хотел подойти к Первому каналу, поговорить с ними, с сотрудниками Первого канала. Но, говорит, побоялся, что пока я буду ходить к Первому каналу, у меня украдут лыжи. Я, конечно, сильно посмеялась. Вообще кошмар какой-то. Лыжи, говорит, своруют. В общем, он косноязычный. Вообще завал. Господи, говорит, что будет отвечать на вопросы по мере их нормальности. У меня вот это вот всё выписано, понимаете? Ну, потому что это запомнить невозможно. Ну, как я могу запомнить, что нужно отвечать на вопросы по мере их нормальности? Дальше. Вы ждёте от меня видео? Ну, ждите. Скоро будет. Я не знаю, как вообще на меня можно смотреть. Друзья, это всё его перлы. Ну, короче, поржать там есть над чем. Он, конечно, молодец. Затем, в общем так, затем потом заявилась его мама. А там, когда Лёша, значит, всё это дело рассказывал, сидел, там у него сзади стоит вот эта кровать, и там спит Даниил спал. И, в общем, я так поняла, что он болел, потому что, когда заявилась его мама, Даниил начал кашлять. И Быкова, значит, у неё тут стоит такой микрофон, она щёлк по микрофону, выключила звук. И, видимо, сказала Лёше, чтобы он этого Даниила оттуда убрал. Ну, чтобы кашля не было, чтобы, понимаете, зрители не обращали на это внимание, что у них там ребёнок больной лежит. Вот, и, в общем, короче, Лёша, судя по всему, убирает. Быкова отворачивает перед этим камеру, чтобы Даниила было не видно. И потом щёлк опять по микрофону и говорит, ой, я, говорит, его вот нечаянно зацепила, хотела типа того подвинуть, но на самом деле выключила звук. А на самом деле за это время из комнаты убрали Даниила, ну, чтобы ей, в общем, не было претензий в том, что она плохая мама. Я зажгла ароматическую свечу для того, чтобы отпугивать злых духов. Ну, так вот, и дальше, значит, она начинает рассказывать, что ей нужно 750 тысяч вот на эту кухню, а также 750 тысяч на крышу. А дальше она начала жаловаться на учителей, что учителя сейчас в школе не занимаются дополнительно с детьми. Поняли они материал или не поняли, а учителям это абсолютно всё равно. И, в общем, Лёша говорит, что он говорил с учителем, а учитель ему сказал, что за те 10 тысяч зарплаты, которые они получают, я, говорит, не обязана сидеть с тобой после уроков и объяснять тебе материал. Но это на самом деле так, потому что сейчас, как вам сказать, в обязанности учителя не входит разъясняться, так сказать, после уроков. Они очень неохотно на это идут. Ну, потому что, сами понимаете, зарплаты и так далее. В общем, про учителей она рассказывала, наверное, минут 15, про то, как они гнобили её детей, про то, что они ставили двойки её младшим детям и таким образом их загнобили. В общем, как вам сказать, дети перестали верить в себя. Но когда постоянно получаешь двойки, в общем, пропадает желание учиться, ну, к чему-то стремиться. Как-то так. В общем, Быкова про это рассказывала очень долго. Лёша, кстати, добавил, что он хочет в будущем, в будущем, говорит, ты меня пустишь в армию? Он говорит, ну да, типа, пущу. Говорит, а какие у тебя планы? Она всё их хочет засунуть в блогер. Ну, потому что, друзья, на самом деле, если так разобраться, во всяком случае для неё это самый лёгкий вид заработка. Ну, естественно, она хочет запихнуть туда своих детей. Но Лёша говорит, что он хочет копить на квартиру, купить квартирку, сдавать её, потом подкопить денег, купить ещё квартирку. Ну, точно. То есть он хочет быть рантье, потому что рантье даёт свободу. Ну, понятно, да, ты сдаёшь квартиру, на эти деньги живёшь. Чем плохо-то? Замечательно. Вот. Потом дальше ей начинают, когда писать комментарии, такие плохие, она их всех посылает, говорит, что вы вообще ко мне ходите, я не понимаю, идите вы все лесом, и так далее. И вот тут, в общем, она как раз после этого озвучивает, что ей весной нужно собрать полтора миллиона на квартиру. Собрать, понимаете, не заработать. Ей нужно собрать с людей полтора миллиона. Это, обращаю ваше внимание, она тоже так сказала это в проброс, ну, как само собой разумеется. Мне, говорит, весной надо собрать полтора миллиона. То есть не со своих денег, а чтобы люди ей вот это всё построили. Ну, вот, то есть она вот так думает. Это её образ мышления, понимаете? Она существует за счёт донатов зрителей. Вот прям вот реально села им на шею и существует только за это. Дальше они пошли обсуждать кухню, какая будет кухня у неё. Она сказала, что кухня будет простая, но крепкая. В общем, все ящики должны быть выкатные, ну, то есть вот так нажал, без ручек, чтобы дети не поломали, чтобы они не хватались ни за какие ручки, ни за что-то. Это без кухонной техники. Вот эту сумму ей насчитали. Но она обратилась ещё в две фирмы. Она сейчас работает с тремя фирмами. Обратилась к фирме, что она сделает им рекламу. Ну, в общем, может быть, те согласятся, как вам сказать, построить ей кухню по более низкой цене. И дальше у неё началась вторая часть стрима, где она, в общем, начала рассказывать про свои горести, которые она, в общем, испытала в жизни. Это её любимая тема. И, в общем, она опять в очередной раз, понимаете, она очень сильно обижена на маму. Она хоть и говорит, что вот, я ей всё давно простила, мама моя, я её очень люблю, но у неё постоянно в проброс. Причём, знаете, когда она себя не контролирует, у неё просто вот эти вот фразы вылетают. Вот, например, про то, как вот одно предложение в стриме. Мне этой весной нужно собрать полтора миллиона на кухню. Собрать, понимаете? Так и тут вылетело у неё предложение, что мне моя мама говорила, что ты сама выбрала себе мужа, поэтому терпи. Ну, то есть она как бы начала рассказывать про другое. Но вот её детская обида, и взрослая тоже, она как бы обрела свою форму, она её высказала. Ну, то есть нет, чтобы она, вернее, как, она не говорит про маму, что вот ты меня могла бы поддержать, и всё такое, она говорит про себя. Вот я, говорит, для своих детей не буду такое, я буду их всегда поддерживать. То есть, чтобы дети не сделали, вот, допустим, Быкова выбрала себе мужа, и нет, чтобы меня поддержать и сказать, ну, не знаю, мужу какие-то препоны поставить, когда он её гнобил. Мама ей говорила, терпи. Она на неё очень сильно обижена. И всё это она её обвиняет, но она не может это высказать зрителям, понимаете? У неё всё это вот как бы, вот когда она себя не контролирует, у неё просто вылетают вот эти фразы, то, что она думает на самом деле, то, чем она является на самом деле. В общем, короче, 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 конечно, нет там никакой любви к этой маме. Мама у неё была ещё тот монстр, монстрица. Вот, естественно, Быкова на неё имеет большой-большой зуб и так далее. Ну что? И, в общем, понимаете, когда она росла, вот у меня прям записано, она была совсем одинока. Совсем. Маме было не до неё. Она была такая, ну, слушайте, с кукухой в голове. Реально. Реально, потому что послушать Лёльку, это становится очень понятно. Она была такая фанатичка. Фанатичка. Вот она влюбилась там в какого-то этого, с дараканами в голове, где-то в каких, мне кажется, в книжных фантазиях она. Ну что-то вот такое. Когда я вот Лёльку слышу, у меня сразу складывается картинка её мамы. На времени 1 час 5 минут 42 секунды у неё ещё одна оговорочка была. Она, в общем, начала рассказывать про то, как тяжело быть руководителем. Вот, уже 9 месяцев у меня работают помощники. И, в общем, вот у меня, как бы, я думала, что у меня появится больше времени. Но да, она у меня появилась для того, чтобы мотаться там по салону, для того, чтобы всякие поездки осуществлять. Но, говорит, у меня, как бы, я свободнее не стал. Я должна руководить. И я, говорит, поняла, когда сидела и делала себе маникюр в салоне, и вот поняла, что, значит, владельцу салона не обязательно самому делать массаж, маникюры. Он может нанять людей. И тут она приводит пример. И я, говорит, поняла, что я могла бы оборудовать помещение для сварщиков, нанять людей. И, в общем, эти сварщики могли бы оказывать услуги населению, а я бы за это получала. То есть она была бы организатором этого бизнеса. Как-то так у неё, знаете, всё проброс в пролёт, но у неё Сашек Сашок кто? Сашек её сварщик. То есть они про это дело говорили. И, скорее всего, она хочет организовать ему бизнес, понимаете? Так как у него умений много, он хороший сварщик, во всяком случае, по её словам. Чтобы он не мотался, не нанимался, не на кого работать, они хотят организовать свой собственный бизнес, свою собственную мастерскую, я так понимаю, нанять людей, где он будет командиром, она будет владеть этим бизнесом. Друзья, она это ничего не говорила. У неё была вот просто сказана такая, как бы, ну, такой небольшой рассказик, опять как бы в проброс, но её мысли, понимаете, они вот получили воплощение, то есть она это сказала. Так что имейте в виду, куда будет двигаться поберуха. Зрители ей купят кухню, построят крышу, а она сама будет копить потихонечку свои денежки на то, чтобы организовать вот этот бизнес. Вот так. То есть у неё, ещё раз говорю, все вот эти вот её мысли, они проскакивают, между строк проскакивают. Так что вот так. Это было сказано 1 час 5 минут 42 секунды. То есть она собирается вкладывать деньги в Сашика. На этом её стрим, как бы, знаете, поменял направление. И дальше она начала рассказывать про абьюзеров, про то, как абьюзил. Женя, оказывается, пихнула её маму так, что там та долго лежала, но это совсем другая тема. Я вам расскажу про неё потом. Единственное, что вот как бы ещё относится к первой части стрима, как я поделила эту часть, она сказала тоже опять как бы в проброс, что руководитель по статусу выше, чем его работники. То есть она по статусу выше своих работников. Она не сказала это напрямую. Но из того, что она говорила, она это чувствует, понимаете? Она так чувствует. Вот такой вот у меня сегодня портретик для вас на неё. А вторую часть стрима я вам расскажу потом. Всё, не забудьте прийти, поставить мне лайки, подписаться на мой канал, потому что таких каналов больше нет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok